Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, начнем с того, что сегодня Йорцов великого человека, это альтер нарвадокса, это новардокса, это выдающийся человек, выдающийся праведник. Я хочу два слова о нем рассказать. Во время суккот 19-го года добровольческая армия устроила очередной погром в Киеве, убиты были сотни евреев, и многие успели собраться в доме раби Гуровица, полагая, что такого праведника доме они не пострадают. И так и произошло. Но на Симхат-Тара уже совсем была плохая ситуация, ничего не пересекается с нашим временем. И тем не менее, какая-то группа людей все-таки решила не убегать, а устаться в его доме, думаю, его обстреляли. Написано, что все были упали на пол, он продолжал Акафот, и вот все спаслись. Поэтому он умер через какое-то время от тифа в Киеве, он был похоронен, там, кстати, в 63-м году, был перезахоронен на кладбище Ар-Амин-Ухот в Иерусалиме. Видите, тогда нашелся праведник, и, как говорится, в тот Симхат-Тара отмолил беду. В этот Симхат-Тара не нашлось, к сожалению. Вся история мира. Просто читать не все умеют, некоторые даже буквы не знают. Каббала говорит, что каждый из нас, плохой или хорош, он находился вот в этом стаде. Вот эти души стада Якова, вот это вот в душах мы все были. Более того, наставник хасидский великий, Рава Маша-Тетальбой, он говорил, что он помнил, рассказывал своим близким, что он помнил, он вообще помнил все свои предыдущие перевоплощения, в том числе он говорит, я помнил себя одним из животных в стаде Якова, помню, какие песни он пел, и помню, что когда я отбился один раз от стада, он меня так хлопнул палкой. Написано, Яков остался один в этой недельной главе, боролся с ним человек. По свидетельству Еленского Гаона, на этой недельной главе предопределены все события вот той эпохи, которая является приходой нашей эпохи. Вспомните, что сначала начался массовый 20-й год и отход евреев от Торы, в Германии, в Советском Союзе, все стремились массово быть там настоящими немцами, настоящими советскими людьми и так далее. Так получилось, да, и вот сыны Якова попросили выйти Бога из жизни, остались одни, Бог не входит в нашу жизнь под давлением, он приглашаете, давайте, была страшная битва, не видите никакой аналогии. Пошли дальше, Бог не вредит человеку, он просто прячется и начинает работать законы природы. Он говорит, я не хочешь, я не буду в твою жизнь влечь, а там тогда уже что начинается? Тогда как овечка в стаде 70 волков, шансы выжить есть? Есть. Какие? 0,0,0,0,1 процент. Так и жили. Удары, которые обрушились на народ, они потом были страшные, но потом они были искупительными, потому что ход истории менялся, началось ускоренное возвращение людей в Израиль, начался. Написано, принесут тебя на орлиных крыльях. Так и пошло, это все началось вдруг, вдруг неожиданно. Вдумайтесь, вот такое время в масштабах истории вдруг возникла огромная страна на песке. Все как написано у пророка. Потом что произошло? Начали строить страну, но, к сожалению, есть проблемы с тем, что страну Торы хотят построить или нет. Написано, что поколение, которое будет сейчас, это поколение с мордой собаки. Так в общем тоже похоже. Написано, что в конце времен, придет поколение, которое настолько запутается в сетях нечестия и неверия, что не сможет само искупить раскаяние. И тогда оно будет очищено через страдания. Ничего нам это не напоминает? Вот написано, тогда придет Машир. Заметьте, все написано в Торе. Написано, была война, был разбой, Хамас пришел на землю. Хамас, возьмите 140-й псалом, мы отдельно поговорим потом, сколько раз упоминается Хамас. В Торе. Хамас пришел разбой. Перед потопом наполнила земля Хамасом. Что произошло потом? Там, где отодвигают Бога, приходит природа без милосердия, мера за меру. Посмотрите на событие сегодня. Написано, что Яков, после того, как они напали на шхему, убили, после того, как изнасиловали Дину, осудил своих сыновей. Но обратите внимание, история чем заканчивается? Словами сыновей. Так что же поступать с нашей сестрой как блудницей? Что они сказали? Что Яков говорил им, ну весь мир начнет писать, что мы там не так сделали, не так. Написано в этом же медраше. Пусть уже люди судачат о том, не о том, что осквернили дочь Якова, а о том, что они были перебиты из-за преступления против дочери Якова. Вот и все. Очень все просто. Сейчас видно уже, что мир не дает нам оставаться в своем кругу, ограничиваясь близкими людьми. Кругом растет ненависть, раздоры, силы и саморазрушение. И в этом все это было написано. Такой же мир, в котором мы сегодня живем, он угрожающий и страшный. И дальше только растет это все. Что делать? Написано в книге царства о том, как царь Арама преследовал пророка Илишу. И когда он узнал, что пророк Илиша скрывается в Датане, прислал роту кавалеристов. И увидел слуга, и начал кричать, господин, что делать? А Илиша что сказал? Он попросил Всевышнего открыть глаза слуги. Я тут открыл глаза, и увидел, что вокруг он окружен огненными ангелами. И все. Мадим говорил, что это ангелы-защитники. Нас сравнивают со всой среди 70 волков. Но только осознание того, что Бог заботится о тебе, может помочь тебе выжить и выстоять. Каждая исполненная заповедь, каждое доброе дело. Каждый хороший поступок. Очередной ангел-защитник. Шаббат, кашрут, соблюдение закупки. Все защитники. Поэтому вот такая стена вокруг тебя образуется. И никто не достанет. Брахава от слаха всего самого лучшего.